Главным сегодня, если мы говорим о приемной компании, то остается вопрос, насколько мы дорожим контингентом имеющимся сегодня в стенах нашего университета, как преподавательского состава, так, конечно же, и наших студентов. Поскольку, если мы сегодня не будем ничего делать для того, чтобы улучшить положение студентов, которые проживают в наших общежитиях и являются гражданами других государств, то ждать большого притока, конечно же, мы не можем. Поэтому основной вопрос сегодня стоит, как обеспечить прежде всего продуктами питания студентов, которые проживают в наших общежитиях. Это и деревня университета, это и студенческий городок, это и наши студенты, которые живут в Елабуге и Набережных Челнах. Вчера у меня состоялся разговор с главами администрации Набережных Челнах и Елабуге, и я думаю, сегодня наши директора института Фелагоги и Набережных Челнах найдут взаимоприемлемое какое-то решение, хотя я знаю, что Елабуге уже начало раздавать продукты питания. На этой неделе мы должны, безусловно, чтобы набор продуктов был доставлен до каждого студента, который проживает на территории деревни университета и в нашем студенческом городе. Особенно для студентов иностранцев, поскольку для студентов граждан Российской Федерации у нас есть разные механизмы поддержки, через социальные стипендии и так далее. Поэтому всех нуждающихся наших студентов, граждан Российской Федерации, я прошу взять отдельный учет и сегодня, к концу дня, чтобы списки, в крайне срок завтра списки должны быть обновлены и через стипендиальный фонд они должны получить поддержку. В то же время, по организации питания, поскольку сегодня они потеряли возможность где-то подрабатывать, а эти студенты везде работали, у нас ставили две задачи. Первая, в течение этой недели сделать продуктовые наборы и раздать всем студентам. Вторая, найти возможность и сделать отдельную программу по обеспечению студентов работы, поскольку сам университет может быть достаточно большим работодателем. По уровню оплаты труда мы должны предусмотреть текущую оплату, когда этот человек трудоустроится, провести с ним самим определенную учебу на предмет его соответствия и умения это делать. И второй момент, мы должны по итогам потом провести пример. То есть нам нужно, чтобы сегодня дети получали деньги. И у них сегодня есть проблемы, и кушать они хотят сегодня. Мы, значит, вот набор продуктов, которые здесь есть, другие наборы, приготовим и раздадим в полном объеме всем студентам, которые проживают, иностранные студенты, прежде всего, которые проживают в университете, в общежитии. Это и деревня, и университет, и городок, набережная в Чернахе, и его, не только особо нуждающиеся, особо нуждающиеся из всего 100 человек. Это отдельная категория студентов. Потому что для большого университета 100 продуктовых наборов, я считаю, что это будет неправильно. Мы сегодня обратились к нашим выпускникам, коллегам. Значит, студенты получат и моющие средства, и средства средства личной гигиены, и чтобы убирали с комнаток, и продукты питания. Мы, те, кто жили в общежитии, все прекрасно знаем, что если была картошка, масло и хлеб, лук, да, то все было нормально. Сегодня один из руководителей позвонил, сказал, что мы можем 30 тонн картошки привезти. Поэтому, то есть, можно будет все это распасовывать, то есть, или каким-то образом организовать распределение этого общежития, чтобы и хранили они в комнате по мешку картошки, если по мешку риса хранить, будет тоже не очень хорошо. То есть, разделили таким образом, и на наших складах все это организовали хранение, а еженедельно, раз в неделю, может быть, раздавали студентам, чтобы это был продуктовый набор на неделю. Продолжение следует...